Ко мне подходит сейчас Сергей Павлович и говорит, у тебя были плохие сапоги, он тебе купил хорошие сапоги, а сейчас у тебя деньги есть и ты не рассчитываешься. Есть деньги, есть деньги. Ты деньги есть, то есть я отдам тогда, когда дом куплю новый? Деньги защитить есть? Ну, такой момент, но я сейчас рассчитаю, но я сейчас рассчитаюсь. Он подходит ко мне и говорит... Да я что мелочный что ли? Нет, я знаю, что ты... Я мелочный. Сделайте. Сколько? Сколько было? Две тысячи. А? Две тысячи рублей. Вместе? Две тысячи рублей. Две тысячи рублей. Своей рукой передай мне. Спаси Христос. Спаси Христос. Вот так надо решать. А то я дом куплю, тогда считаюсь. Должнику, если должен где-то, написано, до захода солнца должен отдать. Никому не оставайтесь должен ничем, кроме взаимной любви. Молодец. Все, пошли. По-другому как? Мы сейчас молиться будем. Он подходит ко мне с жалобой. У нас такое не положено. Посмотри на меня, Глянь. Я очень бедный. Ну, он-то богатый и мог бы подождать. Жизнь, ни разу. Никому не был. Он богатый и мог бы подождать. Даже рубля не был должен, хотя бы на одну ночь, когда студентом был. Почему? Я знаю, если я где-то займу, то потом. У меня на следующий месяц опять не хватать будет. И поэтому я бегу на вокзал, кому-то чемоданы подношу. Меня отправили в город. Дали 3 рубля. 30 отдал за билет, доехал, а 70 копеек на развод. Сними квартиру, поступи в институт, учись. У нас есть 10 детей. Отец без руки. И мы не считали себя бедными. Так ты меня понял. Я просто обращаюсь к опыту. Всё. Если ты хотел подарить, я бы подарил. Ты видишь рассчитают, значит надо рассчитать. Да ты богатый, мог бы не подождать.